Глава региона проверил ход строительства нового моста через реку Жаман-Каргала, путепровода в районе АЗФ и реконструкцию автомобильной дороги Актубай-Орск на участке 0,8 километров. Тоже Бердебек-Сапарбаев ознакомился с реализацией проекта «Южный обход», в рамках которого в районе 41-го разъезда ведется строительство автомобильного моста. Общая протяженность дороги 13 километров. Ввод в эксплуатацию данных проектов позволит значительно разгрузить транспортный поток внутри города и на выездах из него. В жилом массиве Каргалы Акимобласти провел встречу с руководителями строительных компаний, строящих в новых микрорайонах 1 и 1А, жилые дома по программе Нурлыжер. Здесь нерешенный вопрос стоит по благоустройству 600 миллионов не хватает. Основная часть предусмотра 600 миллионов сегодня не хватает. Плюс к этому, вот здесь дороги, которые объездны, и вот здесь дороги, которые объездны, там получается, чтобы закончить, необходимо 350 миллионов. И вот на вот эту дорогу, которая вот так идет, там 100 миллионов. Это чтобы мы без верхнего слоя, нижним слоем закончим, ввиду того, что средств пока недостаточно, но первым слоем сделаем, и это уже позволит нормально, в полной мере двигаться здесь. Для того, чтобы сделать благоустройство, дома надо построить. Дороги делать то же самое. Сначала давайте построим дома, а потом будем говорить. Я думаю, что деньги мы найдем. Где-то до середины октября мы должны обеспечить всем теплом, водой, ну и так далее. И не забывать о коммерческих структурах. Где магазин, где баня, где еще что-то. Бердебек Сапарбаев поручил ответственным госорганам оказать содействие в обеспечении необходимыми строительными материалами. В октябре со всеми рассчитались. За прошлый год у нас долги есть перед строителями? Ну вот, не было. И в этом году не будет. Поэтому что-то меня беспокоит, что здесь темп по сравнению с прошлым годом у нас снизилась. Вроде бы погода восстановилась. Теперь надо то, что мы с вами усилили за это пять месяцев, на одно место. Давайте. В области ведется строительство 26 новой школы, из которых 13 будут сданы до конца года. В микрорайоне «Авиатор» распахнет двери школа на 900 мест, что разгрузит ближайшие школы от трехсменного обучения. Глава региона, знакомился с качеством строительных работ, высказал ряд замечаний подрядчику. В промышленной зоне Акимобласти посетил простаивающий завод по производству ячеистого бетона. Новый владелец планирует инвестировать в проект 500 миллионов тенге. С его запуском будет создано порядка 120 рабочих мест. Кроме того, Бердевек Сапарбаев побывал на месте строительства завода по производству силикатных изделий АО «Коктас Актобе» мощностью 120 миллионов кирпичей в год. Производственный процесс полностью автоматизирован и цифровизирован, поэтому трудиться здесь будут всего 60 человек. Стоимость проекта превышает 7 миллиардов тенге. С его вводом внутренняя потребность области в силикатном кирпиче будет полностью удовлетворена, а излишки планируется поставлять в соседние регионы.